здравствуйте уважаемые зрители сегодня на студии профессор сергей вячеславович савельев мы поговорим о такой теме как мозг и цифра мозг и цифровизация как влияют если влияют различные электронные гаджеты на работу головного мозга и вообще на человека влияют ли они в целом сергей вячеславович приветствую вас в нашей студии да здравствуйте значит вопрос такой в двух аспектах первый аспекту человек который с утра до ночи наверно таких нет прям уж буквально но очень долго проводит время в гаджетах оказывает ли это на него влияние вот этот электронный прибор в двух аспектах но первый аспект это может быть механическое воздействие излучение так далее так далее а второе такое скрывается когнитивная то есть меняется ли его характер меняется его привычки отличается ли он от человека который в прошлой эпохе не видел никаких тех гаджетов а читал только книги или ничего не что но ничего не читать это лучше всего конечно надо читать великую книгу природы а вообще влияет что конечно влияет мозг и цифры это просто наше все сейчас почему потому что но мы вроде вчера выиграли чемпионат в игры в играх каких-то там команды из пяти человек я слышала бы где полностью интегрировалась российская украинская диаспоры вместе там два украинского внутри россиянина и они там победили всех в какую-то игру там где надо чего-то разрушать то есть разрушил нас разрушение все в порядке кто быстрее но там сложная сетевая игра с ролями расписано чтоб не выиграть вот эти ребята где-нибудь часов по десять в день точно рубились в нее это сто процентов и сказать что это не влияет но как-то смешно более того мы вон смотрим в любой офис заходите там сидят девушки и значит такими на моряки пальчиками долбят по клавиатуре регулярно значит опять же непрерывно то есть вся система на имитации боевой деятельности она как раз этим связано с компьютерами вы заходите в метро я просто подсчитывал от двадцати до тридцати человек сидят стоят только не лежат вот с этими штучками на ладонными как в которых они вывозят что они там смотрят они смотрят там торговлю одежды девушки сапогами куртками барахлом также они смотрят другим смотрят и приготовление еды но это видимо тех у кого уже есть кого кормить вот ну и прочее прочее молодые люди чаще всего там или играют или какие-то новостные сайты связаны с железячками мальчики смотрят про железочки девочки про куколок то есть ничего не изменилось глобально но эта штучка которая позволяет нам создавать иллюзию что весь мир у нас в кармане она конечно радикально меняет мозг что происходит я об этом пишу вот в этой книжке много раз писал и могу твердо сказать что до человечеству любой ценой старается выносить из своего мозга наружу любую мыслительную деятельность причин для этого много основное сейчас повторю но смысл такой мы как в кулинарии вот у нас же ведь как мы не кусаем целый кусок мяса от выпучивший глаза и бегущие коровы нет конечно как-то обходимся не как в детстве владимир ильич который сестренкой бегал по садику и зубами хватал висящие яблоки кто ловчей ухватит общем так мы не делаем несмотря на такие прекрасные образцы эти рассказы проводим часть детского сада ну вот надо помнить классику так вот насчет пищи сначала пища это такая же штука глубокой внешней обработки то есть на самом деле мы ничем не отличаемся от обычного паука который поймал мушку запеленала и отнес в уголок воткнул в нее свой хоботок и ввел пищеварительные ферменты которые эту тверденькую мушку растворяя изнутри растворяя потом он подходит опять хоботок входит и в районе коктейль да 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 это как зожники знает к зеленой мерзости они пьют все время вот это время то же самое только здесь белка побольше и аминокислот всасывает это называется внешнее пищеварение в животном мире очень многие животные даже более крупные позвоночные этим балуются но у нас все это вынесено наружу и обратите внимание у нас недавно приезжала значит это компания которая раздавала мышленские звезды до три звезды никому не дали но две одну кому-то там поручили то есть это что это награда за развитие внешнего пищеварения по-другому это рейтинг реста это такая почти биологическая награда значит у француз как известный большие любители этого дела так вот то же самое происходит и во всем остальном наш мозг пытается все время вынести из себя все функции которые только можно это происходит очень давно но вспомните замечательные фильмы про циолковского когда он с такой трубой с раз трубом который вставляет в ухо он был глуховат вы вспомните замечательные фильмы про всяких пиратов которые в подзорную трубу вот я в очках сижу что и говорить да нет но у вас это вынужденная компенсация недостатка в глаз а подзорная труба это усложнение приближение этих самых микроскоп то же самое когда мы полмоносову тонкие жилы должны изучать то есть вот тонкие жилы это микроскоп это опять у нас оптического увеличения хватает нас разрешение там один градус а здесь все в порядке то есть мы все время достраиваем свои периферические системы разными улучшать это биологический процесс но потому что понимаете сколько вы не бросайте камень камень хорошая вещь но если вы будете использовать лук особенно как в норвегии то вы добьетесь большого успеха в области душегубства так вот изобретение лука как раз это то же самое что это мускульную силу то есть когда вы механические усилия значит перекладываете разным способом превращаете в энергию полета стрелы то есть мы все время пытаемся улучшиться и вот долгое время мы никак не могли улучшиться в отношении мозга почему потому что но думать вредно вот в этой книжке раз об этом пишу нищета мозга это думать вредно почему потому что энергетические расходы огромный маленький мозг есть там до 25 процентов энергии если думает поэтому многие стараются этим не заниматься такими глупостями просто простыми вещами размножением едой доминации думать почти не надо отсюда склонность к верованием поскольку энергетические расходы резко падают если вы по инструкции живете не отходя не на дюйм но мозг не работает чем меньше работа мозга тем больше он экономит энергии для организма таким образом все больше и больше при такой экономии остается на главное на размножение иного пиво пендрешь то есть поэтому мозг на самом деле биологическая машинка и как только появилась первая возможность вынести наружу такие сложные вещи например как вычисления тут же появилась знаменитая машина называлась железный феникс это которые счетные машинки такие сначала не были механическими вроде счет потом стали вот такие механика там электромеханические а потом стали и в виде компьютеров калькуляторов вспомните прорыв в конце 80-х когда впервые калькуляторы появились простенькие на z80 когда они во всех бухгалтериях то есть были основным инструмента кихова размера такие были ну вот они там там восьмиразрядные что в общем стыдоба но тем не менее это все работал как только люди научились выносить из мозга операции которые связаны со сложными явлениями таки конопер расчеты они тут же стали это делать почему ну потому что что такое расчеты что вообще арифметика себя представляет ну математика как хотите это высшая абстракция речевых функций то есть вот у нас речь это уже абстракция потому что я вам говорю дерево и я представляю там например дуб развесистый а вы представляете такой тополь или березку это же обстана слова это абстракция вот высшая форма этой словесной абстракции то математика то есть собственно говоря вы именно поэтому она не имеет никакого отношения к реальности что это уже третий уровень абстракции который мы награждаем окружающие предметы это очень сложно использовать там уж требует напряжение всего мозга вы знаете что математика очень мало как и знаменитых там физиков релятивистов таких классических то есть любая любое обобщение реальности и выраженная в сложной форме слов многие плохо говорят не умеют читать но многие читают и говорят математики и других форм абстракции реального мира они очень дорого обходятся мозгу поэтому человек с огромным удовольствием перешел сначала к калькуляторам а потом персональным компьютерам почему потому что сначала функции пишущей машинки и вычислительная система простейший тут же разгрузили мозг но вы же знаете как ценен мозг секретарш как в старом анекдоте вам блондинку или чтоб печатать умела то есть вот тут же показалось что вот этот компьютеры то есть цифровизация разгрузила самую нагружаемую бессмысленные работы часть населения а потом быстро как только появились компактные компьютеры носимые то есть но типа айфонов там и их производных то сразу же вынос вот этот цифровой он подействовал вообще фантастически создалась иллюзия что весь мир у вас в кармане ну как фильм про жизнь до через вот эту штучку то есть весь мир карман уже вообще ни о чем не думать то есть это апофеоз знаменитой истории с родственным и криком которые создали открыли структуру днк когда к ним приехал проверочка куда они там деньги вают уж не на пивные как положено в английской науке они оказались нет ученым когда у них сказали ну напишите простейшие основания для днк они крик скал зачем ты нужен делал зачем ты запоминать снял с полки книжку это вот здесь есть но посмотрим то есть вот современные наладонные компьютеры то же самое зачем запоминать когда вот он мы взяли залезли посмотрели и в результате мозг за это цепляется всеми силами поэтому по 30-40 человек в метро одновременно смотрят для того чтобы не работать мозг готов переадресовать свои основные богатые функции и творческие эту функции памяти и функции анализа событий готов преодолевать кому угодно на этом построено вообще государство потому что вы лишаете своей персональной персональных возможностей ограничиваете свою свободу подчиняйтесь неким набором правил но зато вы не думаете что делать вам все говорят вот этой в религии религиозные такие же он говорят что делать вы делаете вот это переадресация это то же самое что внешнее пищеварение паука то есть вы вам так выгодно что вы отказаться не можете другой вопрос что такое почему выгодно это это вопрос энергии ну просто сказать что я там потребляю много энергии для того чтобы считать на листочке бумажки я вот достал айфончик там чик чик и все там интегральчик даже взял ну кто еще умеет это делать но вот многие не умеют поэтому для них айфон с такими функциями почти не нужен раньше в этих на компьютерах простейших особенно математических там ставили там как интеграл искать там разные способы аппроксимирования часто уже нет почему там что-то никто не умеет делать это не нужно считается то есть даже в этом отношении развития идет по упрощающей схеме и вот вопрос принципиальный который я считаю надо четко себе понимать относительно цифры и мозга это как достигается такая привлекательность этого инструмента это все лишь навсего инструмент инструмент доступа к информации инструментом написать какое-то сообщение коммуникатор такой то есть в нем функции то не так много как кажется но тем не менее он дико привлекает а привлекает он по одной простой причине то же самое как вы приходите в ресторан и заплатив деньги которые вы заработали другим способом получаете за них высоко обработанную качественную пищу но если это хороший стара с мишленовскими звездами но вот в чем я лично сомневаюсь потому что я бывал в ресторанах такого класса в европе не могу сказать что там чрезмерно меня порадовали еще там местной кухни когда еще ну как то так это любительское дело это скорее привлекательность для туристов а не содержательная часть но тем не менее так вот вы то же самое получаете готовую пищу как бы но теперь уже другого рода для мозга но в чем притягательность ключевой вопрос почему дети не могут преодолеть почему взрослые стоят в метро и тыкают в эту штуку остервинила до посинения дело-то в том что если вы выносите какой-то процесс из вашего мозга то вы сразу снижаете энергию на обработку этой информации это хорошо как нам узнать что мы сэкономили ну как узнать что энергии затрачено меньше но же что привлекательного в том что вы экономите энергию но будет жирный на брюшник у девушки зачем и подкожный жир может быть напрячься нет она бежит бегать фитнес-центр подпрыгивать там ну вот и там дрюхаться на этих дорожках до посинения а в эту штучку лупится все время хотя вот если бы она пользовалась мозгом то быстрее бы похудел чем фитнес-центре на порядок тем не менее она в нее смотрит и считает это нормальным что притягивает так а оказывается притягивает то о чем мы с вами уже говорили в других передачах это то что любое падение расходов энергии мозга поддержатся внутренними эндогенными наркотиками есть ли вы экономите энергию пялись вот это на ладонный компьютер вы их получаете а если вы начинаете головой думать и пытаетесь решить в голове что-то напряженно то вы их не получаете поэтому значит на самом деле вот это вот компьютерная тяга к этим простым внешне внешнему мозговому пищеварению можно сказать она замешана на примитивных эндогенных наркотиках там кроме окситоцина и каннабиоидов еще и есть и значит соответственно эндорфины и много чего окситоцина много чего еще то есть иначе говоря экономить энергию мозгом полезно и биологически это оправдано и поэтому если вы ведете биологический образ жизни то вы непрерывно пиолетесь в эту штучку то есть иначе говоря с одной стороны цифровизация она является внешним мозговым пищеварением то есть она снабжает вас информации прочее прочее а с другой стороны это способ экономии энергии на работе мозга и таким образом все пялищиеся особенно дети которые сильно от этого зависит хроническая наркомания то есть связанные только с эндогенными наркотиками причем почему у детей развивается это намного быстрее об этом много раз говорил но не устану повторять потому что это то на чем строится весь этот цифровой гигантский бизнес у детей кроме каннабиоидов выберу вырабатываются опиоиды полу созревания все прекращается остаются одни каннабиоиды но их тоже достаточно что вы пялиться в эту штуку до конца жизни это один аспект очень важный то что мозг первое заказывается в зависимости второе он с этой зависимостью не может справиться потому что она на самом деле в своей глубине в собственного активности нейрональной вот это как в нейрональной активности по синтезу внутренних эндогенных наркотиков очень затягивает ну а в третьих это замечательная система для того чтобы полностью контролировать поведение людей поскольку они уже сидят на это их уже приучили к этому к этому состоянию поэтому и смотрят там тупо в этого все там играют например в шарики в какие-нибудь но и уже не могут по-другому потому что это сцеплено то есть раз он воткнулся эту штуку он точно думать не будет тут же падает энергия тут же наркотики это возможность их контролировать во всех отношениях поэтому ну вот последний фокус который я считаю мы должны это сказать про за это поаплодировать западным системам цифрового контроля поведения просто блестящая операция проведена за девять дней по моим расчетам о чем о том что все население западной европы но имеется ввиду то те кто читать писать еще умеют вот мы про это про эту прослойку пока говорим хотя можно скоро будет пренебречь они на протяжении последних там 20 лет были твердо уверены в том что россия как вражеская держава ну с их точки зрения пытается контролировать западную европу с помощью энергоносителей нефти газа но еще бы дрова туда добавили для помощи торф то вот что россия затем набивает европу энергоносителями чтобы полностью взять их за глотку замечательно и за 9 дней после того как начался рост цен на газ они смогли полностью переменить менталитет населения на совершенно другую стезю перегнать к на какую о том что россия не хочет продавать газ что и не в то есть чтобы они согрелись дома чтобы они в тепленьком домике сидели и там значит это продолжали так сказать свои удовольствия это русские не дают там то 9 дней назад мы заваливали европы энергоносителями и это было три это отвратительно для того чтобы поставить их всех на колени и под контроле а через девять дней уже большая часть населения считает что русские не дают им согреться и вообще из-за этого парняки не работают и сельскохозяйство гибнет а вообще все погибло и пропало потому что эти жадные русские не дают им газ и нефть столько сколько им надо о том что это идиотическая политика о том что подземные хранилища они свое время напоминаю запретили строить в западной европе подземные газохранилища которые создают ресурс в основном находятся на территории там украины россии ребята вы о чем думали а это зелепупая экономика их липовая под которую ничего нет я же говорил что еще много года три назад еще до появления этой греточки о том что ребята просто есть группа людей там за ними 40 триллионов находятся ресурсов которые хотят просто заработать ну вот сейчас они зарабатывают все тривиально абсолютно просматривалась много лет назад сейчас одно для нас сейчас интересно другой как цифра подействовала на человеческий мозг вот благодаря распространению сетей общественных социальных разных благодаря методической работе хорошо организованы всяких государственных каналов разных систем надзора за этом за 9 дней можно было у там 500 миллионов человек но скажем не 500 ну там скажем 150 вменяемых которые к этому влияние оказывают на окружающих полностью поменять представление сейчас кого не спроси там они сюда вот русские нам не дают газу мы мерзнем обращаю ваше внимание вообще речь ни о чем точнее непонимание полная ситуация это никого не волнует в обезьяньем мире понимание дело лишнее не получишь то каннабиоидов если будешь понимать что-то поэтому проще напрямую продавать то есть поэтому цифровизация она имеет огромное значение то есть огромный прогресс выдурачивание населения которые происходят во всем мире я считаю про с достижением эволюционным потому что таким образом очень просто перевести начать следующую фазу то есть это церебрального сортинга который как любитель эволюции человечества я всячески приветствую вопрос какой он будет вреда числович вопрос следующий какое-то воздействие на мозг вот именно механическая но условная так называемая ханическое не ментальное такое внешне всевозможное излучение оказывает не то то что идет от гаджетов особого излучения не оказывает влияние до излучение такого влияния особого не оказывает но букв кимом мелковатой конечно глаза косить довольно неудобно у нас все-таки довольно много глазничных мышц которые должны работать если им так как все время в кучу собирать ничего хорошего не будет то есть конечно пока система сама передачи этой информации достаточно убогая я бы сказал мягко дегенеративная и на человека оказывает пока достаточно отрицательное влияние того что отсредотачиваться на мелких камшрифте на мелких буквах сводить глаза на площадь которая не приспособленных глаза все-таки около 60 миллиметров между осями ну когда их скажут так ничего хор особенно у детей ничего хорошего не будет каждый глаз там работает его обслуживает шесть мышцы и ничего хорошего я не вижу это то есть переизбыток этого всего конечно вреден но не настолько как например вреден вредно паленая водка то есть я не уверен что хуже то есть прямое физическое воздействие это что как известно у всех компьютерных мальчиков и девочек нарушается сон они как правило плохо спят ночью и вялась я чувствую дню почему потому что у них выбивается в первую очередь суточный ритм суточный ритм определяется временем нахождения на свету то есть человек должен примерно два часа находиться на уличном свету они под большой яркой лампочкой и тогда у него нарабатывается гормон дня серотонин который в результате когда темнеет в двух ферментативных реакций превращается в гормон мелатонин то есть гормон сна причем из серотонина это получается мелатонин они из другого источника поэтому его нужно копить днем а если вы будете в темной комнате в 5 5 лица в монитор вот еще в режиме экономии как многие любят лежа на диване то у вас сами понимаете что будет с комплексом металламуса эпифизарного вас нарушится суточные мы действительно очень многие компьютерщики имеют ужасные суточные ритмы мне их страшно жалко но выйти из этой ситуации может только одним способом хорошими дневными прогулками в приятной компании не меньше двух часов может быть даже до пивной но это надо делать потому что если они не будут на солнце то есть ну на ярком свету скажем этот самый серотонин будет образовываться никак не так интенсивно а значит не еще будет делать гормоны сна это плохо значит еще с компьютерами есть всякие другие многие работают еще на старых мониторах с трубками особенно в дизайне но сейчас уже появились хорошие на не пока очень дорогие мониторы то плоские вот эти с экранами которые дают необходимые качества и настройки можно к ним применить цветовые но очень много людей пострадало там в нулевые в начале нулевых из-за того что огромные эти мониторы ну вот трубочные они излучают излучают вторичные там излучение идет а это в общем ничего хорошего счетчик там гейгера повизгивал тихо в нижней части как раз ближе к половым органам я сам мерил такие изделия вот это ужасно это тоже был вынужден пользоваться 21 дюймовым монитором таким цифровым 100 герцом там потому что всякие вещи связаны с полиграфии надо проверять было так вот он там из него летела будь здоров то есть это тоже ничего хорошего сейчас получше стало дело но эти излучения которых говорят это в основном фикция потому что мы живем в такой среде излучения особенно с развитием светодиодной светодиодных осветителей что там даже говорить нечего включить приемник в комнате заполнен светодиодными источник пока не выключите вы толком ничего не поймаете но понятно что за мерзкая помощная среда в области излучения тоже не лучше очень плохо наушники действуют это понятно стяжение слуха из старых времен если известно уже больше 50 лет наушники вызывают если при больших употреблениях вызывают тоже снижение слуховой чувствительности тоже факт то есть есть отрицательные воздействия но они не сопоставимы с тем воздействием которые на мозг к к за оказывает вот это интеллиг наружное интеллектуальное пищеварение когда вам навязывают систему представлений непроизвольно которую вы собственно говоря и не собирались никогда анализировать воспринимать вас подталкивают готовым конструкции в этом отношении мозг оказался очень уязвим особенно у детей из-за того что существует внутренне эндогенная наркотическая зависимость обмена мозга то есть энергетики мозга дети оказываются в под страшным воздействием страшным контролем может справляться да может но это отдельный разговор потому что компьютер и не только вред то есть этой пользы огромны но вот например приведу пример простой и понятный значит многие технологии современные компьютерные если к ним подходят профессионалы они позволяют например там выявлять латентных террористов 3 среди школьников раз другое дело что этими за методики они возне не могут возникать на пустом месте в это надо вкладываться вот я участвовал в одной из таких разработок он до сих пор не нашла сказать своего воплощения хотя результат превзошел все ожидания вопрос сравнили с помощью оценки энергетического обмена мозга мы возвращаемся к источникам пироидов опиоидов внутренних и сравнили трех детей возраста пензенского стрелка не последнего который вчера или сегодня вот который две недели назад отличился в школе перестреляв там несколько человек мы сравнили его те кто написаны им сравнили текст современного школьник современного но не террориста не душегуба и советского школьника советский школьник это отдельные песни это письмо в газету то есть достаточно в обширный текст который он написал пытаясь там что-то улучшить так вот что оказалось по энергетическим затратам мозг советского школьника произвел затрат в 26 раз больше чем нашего современного террориста а современный школьник в 11 раз больше то есть есть методики с помощью компьютерных цифровых технологий но для этого надо превращать буквочки циферки и слова в механизмы энергетического обмена которому кстати здесь в этой книжке много чего посвящено тогда они начали действовать а так как вы знаете у нас не только в нашей стране но и за рубежом вкладываются миллиарды долларов в том чтобы создавать такие программы поскольку они построены на традиционных психологических тестов которые в условиях цифровизации вообще работать не могут по определению мир изменился об этом можно забыть навсегда все эти психологические ужимки и прыжки именно потому не дают никакого результата при их даже материального воплощения в программы как для выявления таких и потому что они построены на заведомо ложных системах которые уже не работают современных там детей молодых людей то есть но я привел пример потому что с темы же самым цифровыми технологии можно много чего добиться мать если их разумно использовать не для того чтобы создавать там псевдо искусственный интеллект для которого у нас все есть кроме одной половинки той самой тех самых центров которые принимают творческие решения а в это никто не вкладывается и в этом никто этим никто не занимается поэтому искусственный интеллект это превратилось такую хорошую мирового уровня китайскую прочь нет прачечную по отмыву государственных денег или денег фирм которые в это вкладывать то есть потенциал то есть и цифра не только разрушает мозг но и способствует вот приведу пример еще один который меня очень так сказать вдохновляет но старые времена просто уже очень мало людей кто это помнит как это делалось то же самое кино вот тебе надо снять небольшой но например там научно научный ролик или научно-популярный ролик десяти минутный допустим да но это десять кассет если ты вот все в зачет сразу с пленкой то есть там на три минуты хватало эта камера здоровенная на плече 16 килограмм конвас с тремя объективами тебя нужен свет там нужно звука если правильно писать нужно специальный магнитофон это дикий геморрой для того чтобы снять 10-минутный ролик там как монтаж конваса к микроскопу дико затруднен там свои нужны были кинокамеры все это на пленке все это проявка все это там пьяный лаборант не проявил там не так в цвете вообще почти невозможно быть я этим занимался поэтому я себе представляю масштабы трудов то есть это от кромешный сделал 10-минутный научно-популярный ролик это нужен и звукооператор и кинооператор и цветопостановщик и осветитель потом монтажер и в общем это занятие на пару месяцев причем куча денег и куча оборудования сейчас благодаря цифре вы берете камеру среднего класса не не самую дорогую не самый блестящий и спокойно если не смей сменный объектив снимаете все что хотите копеечные микрофоны которые вешаются на тебя и ты значит это все рассказываешь объясняешь световые источники в размеры трех бутылок водки вы меня простите это смешно даже обсуждать то есть человек не связан с огромным количеством так сказать помощничков аля продакшн то что называется а ты можешь в одиночку если у тебя там есть хотя полторы извилины в голове все все это всему этому научиться все это освоить и делать так как ты считаешь нужно то есть такая возможность созидания которые есть благодаря цифре на сегодняшний день немыслимо было совсем недавно ну приведу просто наглядный сегодняшний пример там через неделю 23 малом зале консерватории состоится концерт кирилл прокопов такой специалист по фону прекрасный музыкант владеет фортепьяно и самым главным клавесином это редкая специальность вот пример пользы от цифровизации значит мы там где сделали небольшой ролик объявляющий об этом концерте для того чтобы этот ролик был убедительный а там будет очень интересное дело потому что там будет представлена музыка человека композитора нигде раньше не игравшегося последние уж там 80 90 лет точно а ценность в том что я исследовал его мозг понимаете мимо вот а потом удалось создать значит найти он был очень хорошим композитор блестящим а не могу сказать в эфире потому что секрет поскольку будет объявлено только на концерте где расскажу о нем о самом человеком человеке о его мозгах потому что он действительно оказался очень даренный в том числе и по мозгу именно к своей профессии то есть лучший образец скажем так и вот для того чтобы значит показать насколько это был талантливый композитор было взято произведение его игра в четыре руки ну понятно что я не мог кирилл прокопов разделить пополам и добавить в парке нет конечно просто было в течение нескольких дней достаточно сложная задача была сыграна это произведение он играл за 1 потом со второго лить нам склеить там не получится там надо чтобы это попадание было нота в ноту там еще несколько общем времени достаточно большого это сводилась в результате получилось что один человек играет причем там над контроль отписалась на три магнитофона сразу потому что он должен попадать же в следующий кусочек то есть это очень сложно было при записи делать но мы сделали и в результате впервые появилась такая обалденная вещь кто раньше было немыслимо когда пианист играет в четыре руки один понимаете то есть когда было сведено все до ноты и тогда как бы раздваивается на экране и от этого понимаете персонализация игры произведения уникального абсолютно но там небольшое там три минуты но потребовала там они знают там недель двухнедельные работы но самое главное не в этом что без компьютер без цифровизации без этих приемов съемки записи звука цифровой обработки потом визуализации монтажа это было бы в принципе невозможно знаете вот пожалуйста там надо было посажать двух человек которые бы играли все равно как это всегда при игре в четыре руки все равно все равно они там ляпают все время то есть там все время идет низ низ кладушка это всегда бывает даже самые сыгранные музыканты а здесь можно сделать это в идеале вот так как слышал сам композитор знаете это невероятный прогресс потому что услышать то как себе представлял на самом деле композитор раньше было вот в полном объеме невозможно потому что ты не мог и добиться идеальных совпадений а компьютер где-то растягиваешь при монтаже там звук до беспредельности это можешь спокойно монтируйте отсюда и то есть цифра если ей пользоваться творчески они для того чтобы просто самооболваниваться таким самым богим способом да еще таскать сваливаться в эндогенные наркотики это вещь хорошая другое дело что среди людей очень малое количество состояние это сделать то есть контролировать себя так чтобы потом из этой самой цифровизации получать пользу а не размножение еду и доминантность речь сложишь напоследок ну вы конечно знаете конечно слышали всевозможные соединить механику с человеческим мозгом то говорят о чипах мозг кто говорят о каком-то с подключении компьютером и слияние человека с машиной но об этом фантастики много сделал до 60-х годов до давным-давно это понятно что вы можете сказать на этот счет вот вы же подняли тему расширения выноса каких-то возможностей да и вовне а здесь вот самая такая наглядная я вас понимаю да потому что и даже этого не хочет даже так напрягаться не надо сразу воткнуть да это торжество просто ну вы сами сказали глаза по крайней мере так понял глаза устаю когда смотришь в экран и так далее все эти штуки голове камера подключена то все вы знаете в свое время делали такие эксперименты значит в мозге а там не буду заморачивать голову нашим слушателям но мозге есть центр удовольствия такие ну это не совсем центр удовольствия от физиологические тоже всякие фокусы на общем будем считать их центром удовольствия так вот если туда ввести пару электродов и вывести педальку ну это известно то крыса умрет нажимая на эту педальку получаю удовольствие идея о том что соединить компьютера напрямую мне очень нравится в рамках этого эксперимента мы устроим с вами такой церебральный сорти что мало не покажется а представьте себе что ты это произошло прям фантастическую ситуацию это произошло и нашему кенгуру то есть илону маску мне говорят почему я называю луна маска кенгуру австралийским потому что отношение масса тела масса мозга у кенгуру очень похоже потому что ну ему надо оправдывать свой там этот нейролинк который провалился полностью по всем статьям вот он всякие там эксперимента из середины 90-х годов лучшем случае нам демонстрирует по телевизору детский сад я сочувствую этого парня пусть буш хорошо отмывал деньги там на космические полеты которые ему государства мимо нас его дает и успокоился так нет он еще и лезет во всякие другие вещи но бог с ним дело-то в том что на самом деле есть ли мы вот представьте себе что такое произошло и мы можем соединить с помощью чипов мозг что вы думаете первую очередь произойдет информация пойдет сейчас ее полно в интернете чуть-чуть что-то и не пользуется посмотрите уровень просмотра реальной информации сложных научно-исследовательских работ а специально слежу за этим которые действительно открывают какие-то новости ну например весь недавно был на той неделе небольшая конференция немецких патанатомов которые оценивали смертность людей которые умерли от к вида но до этого были привиты там масса интересного почитаете кому нужно вот это даже такая уж актуальная конференция немецких патанатомов она это интересно называет то есть любой серии мало-мальски серьезные знания ничего не дает а вот всякие глупости удовольствия набирают миллионы просмотров как вы думаете что произойдет как только соединят человеческий мозг в нашем фантастическом эксперименте с такой штукой будет ровно то же самое что с крысы нет смысле церебрального сортинга это неплохо вообще это возможно машину так дело в том что это было уже неоднократно засушить это все вот то что он нас показывает это протухло 20 лет назад я об этом говорил и повторю в 2000 году я был на конференции нейрохирургов средней европы такая конференция не очень большая она проходила слина память не изменяет словаки там чехи докладывали нейрохирурги по результатах очень простой операции представьте это 21 год назад уже результат то есть они где 95 96 операцию разработали они брали человеке в мозге есть ствол то есть место куда приходят слуховые нервы при порно лунным потери слуха они раскрывали ствол и там снаружи прям очень удобно лежат два слуховых ядра кахляр они брали микросхему золочеными кончиками там которая может который передавался генерировал сигналы похожие на то какие передают нейроны друг другу ну примерно амплитуда там и примерная частота примерная величина изменения заряда и просто вот так втыкали туда напрямую прям вот так прям к нейронам но это не очень хорошо потому что эти ножки они толстенные да и сейчас толстенные это знаете как вот эту чашку пытаться лопатой проткнуть вот примерно такой же 10 вреда очень много но тем не менее что-то там сохраняется и ассати и какие-то сигналы проходят а от микросхемы вытаскивали проводочки наружу под кожу вот здесь примерно делали такую большую мембранку с батарейками которая воспринимала звук то есть ну позволяла не в ухо делали а вот сюда под кожу то есть мембрана для имплантировали такую штуку и вот с этой штукой люди научались там кое-какие слова различать то есть потенциал для этого есть но то что нам показывает илон маска и и же с ним такие же клоуны то это конечно никуда не годится никакие системы электромагнитной передачи сигнал но это вообще чистая профанация для мальчиков и их родителей это как эти шапочки физиологи любят одевать и там мысли читают но это просто они будут даже ничего обсуждать это покупаете вон в магазине и мальчикам где детям компьютер подключаете чтобы это мысли читать такое но эта игрушка ну как шапочка вот с этими с электродами которые считывает как бумага у нас все физиологи с этим бегают и говорят что они сейчас мысль читаем от этой игрушка во всем мире продается у нас это выдают за большую науку так и что реально что-то можно нет конечно почему-то такой ну эта штучка работает только при эпилепсии когда эпилептогенные очаги возникают после операции ну вот тогда но там у нас есть бесконечный поскольку мозг активен том числе электрически есть различные наведенные поля и там вот значит с этим физиологи носится уже 70 лет ничего не с этим сделать не могут вот но они там пытаются до цеплять каким чтобы мысли управлять движением шарика или машинки ну в общем это отдельный разговор про то что человек мыслью управляет курсором на нету можно научить и некоторые активности человека он выучит и будет толкать курсор в определенные места потому что области мозга довольно большие если научить его сосредотачиваться он будет двигать это нельзя никак использовать это вы знаете можно карандаш привязать у мальчиков к одному месту он тоже напишет что-нибудь в состоянии эрекции но я боюсь что это не будет письменной речи вот примерно такое отношение этому ко всему вот из этих опытов собственно говоря что мы видим что потенциально до грубо плохо примитивно но чтоб дело дошло до обмена информации там британская энциклопедии закачать во первых как какую закачайте это все это хранится будет там и так-то ели многие он утром встают зеркало подходит смотрят на себя и думают кто это тут жена кричит с кухни коля кормит ах коля вот до такого состояния если мы собственно ими часто можем не можем вспомнить или кит простейшие вещи которыми нас учили много-много лет о чем вы говорите во первых зачем это все подключать непонятно во вторых как вы это сделаете для того чтобы дошло до каждого нейрона нейроны вообще-то не с 20-30 микрона технически довольно сложно вам на не надоели еще нагноение там связанные просто шунтированием там каких-нибудь органов соединением трубок наружу там как при операции простаты то есть это с одной стороны а с другой стороны нейроны еще имеет дурную привычку питаться то есть надо не нарушить кровоток причем от кровоток должен проходить через гематоэнцефалический барьер то есть через глиальные клетки напомню что смерть от к вида когда не затронуты нелегкие не печки не печени почки не сердце от мозговых событий уже там на сегодняшний день больше трехсот случаев таких связано с тем что пробивается гематоэнцефалический барьер самого вируса в мозге нет а барьер пробит туда входит собственная иммунная система уничтожает нейроны от этого страшные головные боли люди умирают от этого будучи практически здорового во всем остальном отношении то есть мозг в этом случае очень уязвим если вы будете пробивать еще гематоэнцефалический барьер это вообще дорого обойдется то есть даже если бы это было еще раз говорю с чего вы взяли что большинство населения будет пользоваться радоныча библиотека не этого ниоткуда не взял я просто спросил с какой стати не будет он чаще что пойдет учитывая склонность мозга к экономии которая поддерживается вредными веществами эндогенными я думал что человечество поют по самому порочному крысиному пути то есть просто я думаю что если это сделать удачненько то я думаю что четверть населения просто вымрет в первый месяц и все то есть это это понятно если с этими целями туда это прекрасный метод но если с другими с гуманистическими то наверное можно это долго объяснять возможности потенциального протезирования тех или иных органов и систем но пока до этого далековато и хорошо чтоб люди научились пользуясь на ладонными компьютерами не в игрушки играете не пассианс раскладывать что я вижу в метро постоянно съехал там с одной стороны шарики гоняет сидит человек молодой в два раза моложе меня с другой стран девушка лет 25 это пассианс раскладывает так это что за интеллектуальные развлечения но все они коротают время в метро и я ни разу не видел чтобы хоть один читал какую-то серьезную научную статью читал какую-то мало-мальски серьезную книгу ну ворованного пелевина читают это я видел это очень редко а вот что-то более-менее разумное такое содержащие реальную информацию не видел никогда в жизни вот и что вы хотите сказать что если мы напрямую подключим этих людей камеровой компьютерной сети они там начнут это решать проблемы связанные с теорией панкары сейчас они начнут заниматься интенсивно перебирать но не 10 сотен трусов а 10 миллионов трусов будет проанализировано за дорогу в метро я поздравляю это достижение человечества к этому надо стремиться ну что же сергей вячеславович спасибо время пролетело быстро обращаю внимание на книгу сергея вячеславовича нищета мозга и завершаю эфир ждем вас снова студии были профессор сергей вячеславович савельев не ведущий тенис коптарь до свидания